Около 50 ипотечников не пустили сегодня в алматинский филиал Нур-Отана. Кыздыкуя Жаркулова специально приехала из Шимкента на комиссию по проблемам ипотечников, но попала в черный список представителей Народно-демократической партии. Я спросила, почему меня нет в списке. Они мне сказали, что я устроила митинг в Астане. Никакого митинга там не было. Мы поехали туда, чтобы сдать заявление на имя президента. А нас за это задержали и оштрафовали на 17 тысяч тенге. За закрытыми дверьми нур-Отанцы попросили банки приостановить выселение неплательщиков хотя бы до осени. За этот срок экспертная комиссия надеется найти пути решения проблемных займов. На сегодняшний день ни Национальным банком Республики Казахстан, ни Банком второго уровня не было представлено полной и достоверной информации по каждому заемщику. А предоставленная информация по 249 обращениям всего лишь на сегодняшний день получается как отписка. В связи с чем мы не смогли выявить список действительно безнадежных кредитов. Ситуация с Аули Батырбековой действительно безнадежна. Она инвалид третьей группы. Ее жилье заложено в банке за ипотеку племянницы. Сейчас дело находится в рассмотрении суда. В любой момент Саули может оказаться на улице. Я сама вот сейчас на грани выселения. Я тоже стучу по всем порогам, где можно. Говорят, вот написали вот это президенту, а ответ пришло. Идите АФН, идите в Национальный банк. Да, Национальный банк близко нас не пускает. АФН вчера мы договаривались, они не стали нас принимать. Предоставлять альтернативное жилье выселенным семьям предлагает Зауреж Баталова. Правозащитница напоминает, что в декабре прошлого года на парламентских слушаниях обсуждали выделение социального жилья, которого до сих пор никто таки не увидел. Сегодня проблему реальных ипотетиков делить надо на две. Первая – это те, у которых уже решения судов состоялись, и те, которые находятся в отчаянии. Те, которые на грани выселения, и те, честно говоря, некоторые здесь те я отметила. По крайней мере, по их поведению это видно. Поэтому сегодня нужно принимать меры именно по ним. При этом меры должны быть такие, чтобы их единственное жилье не было у них отнято. На сегодняшний день не могут выплачивать проценты ипотеки около трех тысяч семей. Общая сумма судебных актов превышает 250 миллионов долларов. Судьбу проблемных ипотечников будет решать экспертная группа, созданная в феврале этого года.